Джо Байден только что объявил, что мы собираемся, вопреки собственным интересам, отправлять на Украину ракетные батареи, бронетехнику и многое другое бесконечно. И, вопреки собственным интересам, это, возможно, слабо сказано. Делая это, мы разоружаем нашу собственную страну. Репортер недавно спросил министра ВМС Карлоса Дель Торо, могут ли военные, цитирую, дойти до того, что им придется принимать решения, нужно ли им вооружать Украину или вооружаться самим. Дель Торо не стал отмахиваться, он ответил, да. Это всегда беспокоило нас. Вот в какой мы ситуации. Подполковник Даниэл Дэвис, старший научный сотрудник аналитического центра Дефенс Праоритис, он с нами, чтобы дать оценку. Спасибо, что пришли. Мне, как гражданскому, кажется довольно серьезным признание министра, что мы разоружаемся ради Украины. Да, это так. И знаете, это подчеркивает то, что для меня выглядит очень серьезной проблемой во всей этой ситуации, что у администрации, похоже, нет стратегии или даже представления о том, что она пытается сделать, чего она пытается достичь на Украине. Мы послали Хаймарс, несколько батарей Патриот, теперь отправляем Брэдли, потенциально БТР и Страйкер, самоходки М109 Паладин. Цифры все продолжают расти. И смотрите, это не жир, это не что-то из устаревших машин, как было в начале. Мы уже вгрызаемся в кость. И вопрос тут в том, как долго мы собираемся это делать? Сколько собираемся отдать? И что произойдет, когда мы начнем ставить под угрозу нашу безопасность? И вот на что я хочу обратить внимание, Такер, о чем администрация пока не высказывалась. После вероятного зимнего наступления, которое Россия потенциально может начать в ближайшие дни или недели, как бы оно ни прошло, добьется ли значительного успеха Россия или Украина одержит верх, можно быть уверенным, что другие люди скажут, эй, мы им все это дали, но теперь Россия побеждает, и надо дать им еще больше, чтобы предотвратить их победу. Или они скажут, о, у Украины получается, теперь им надо дать еще больше, чтобы они могли продолжать. Так или иначе, всегда будет требоваться больше, и в какой-то момент стоит обсудить и наши интересы, но пока что о них речи не идет. Да, ни слова. И очень быстро, ведь Украина, когда я проверял утром, была в Европе. Где же европейские нации? Почему это целиком лежит на США? Где Германия, Великобритания и все остальные борцы за свободу в Европе? Да, это большая проблема, очень близкая нам здесь, в Дефенс Праоритис. Мы хотим переложить часть этого времени по адресу на тех людей, у которых больше всего стоит на кону. Это не может быть главной обязанностью Америки заниматься таким. И именно об этом нас спрашивают люди, и в какой-то момент придется просто изменить это. Да, со стороны это кажется безумием. Подполковник Дэниел Дэвис из Дефенс Праоритис, большое спасибо. Всегда пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok